ну что всем доброго утра пол седьмого утра все ради вас чтобы не мешали нам с качеством звука нам вам начнем наш мохов на котором двигатель перестал вращаться на пробеге 14000 будем менять двигатель у всех крупных не дорожников пусть быть японцы корейцы двигатель вытаскивать сюда вперед то есть прямо так берется и вытаскивается то есть если кто-то думает что проще отпустить там снять кузов и потом нет проще кузов снять это в вагах то есть какие-то audi volkswagen и range rover и это далее то далее то есть там у них все это приспособлено чтобы быстро снять здесь нашем случае он будет вытаскивать сюда задача наша первая снять пакет радиаторов то есть это не сложно быстро здесь снимается вторая задача разобрать жабло стеклоочистителя это тоже не сложно сделать снять два колеса редуктор мы уже сняли снимаем два колеса снимаем два подкрылка два подкрылка снимаем и между кузовом и рамом мы у нас идет доступ это силовые провода генератор стартер опоры то есть основные вещи то есть там очень много плюсов что мы можем открутить допустим также я снимал слон крузера 200 то есть все сделано так гелендваген очень удобно то есть снимаешь подкрылки есть большой доступ смотрите двигатель ставим контрактный заявлено что 30 тысяч пробега двигатель все подходит все проверили крутится ну принципе я согласен с клиентом чтобы заменить его дело не в том что то есть сложно перебрать все можно сделать не вопрос так как я уже делал то есть старые модели там до одно и то же практически вот но есть момент евро 4 5 и 6 у них есть отличие то есть есть отличие в поршнях turbo компрессоре каких-то рокерах то есть насосов топливный и что-то еще то есть много есть момент даже масляный насос есть однако контурный дух контурный первое что мы сделали это пошли и стали смотреть запчасти это коленчатый вал насос потом шорблок в целом допустим да какие-то мелочи первое мы смотрели на соответствие старой модели с новой моделью первое отсюда коленчатый вал от старого не подходит то есть он идет уже свой под своим номером и тогда может быть он там легче может быть кривоше изменен или что-то еще то есть не вникать это первое и второе то есть цены во первых ничего нет наличие во вторых все под заказ и очень 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 дорого поэтому вариант замены двигателя думаю что будет целесообразен в дальнейшем до дальнейшем там через два пять лет как правило то есть когда уже есть все запчасти это можно сделать не вопрос то есть это будет сделать дешевле двигатели сейчас покажем вам тот что привезли цену как обычно двигателя разглашать не будем там же под этим видео я думаю будет хозяин авто как обычно можете у него наверно спросить и может быть он вам и расскажет так мотор покажем часом я его уже подготовил предварительно так спереди то есть вот так он у нас выглядит самарин то есть ремешочек все вот здесь вот здесь пол клапана вентиляции сейчас покажу по двигателю была опять же большая течь как и на том же двигатели здесь вот резиночка мы будем ее либо менять скорее всего менять также здесь сломана была вот эта крышечка сейчас вот вам покажу вот здесь смотрите такую коробочку разобрал это я снял проводку поломанные части здесь какие-то погнутые вот так было клуба на вот этому переставим со старого вот она трубка который вентиляции у нас течь масла вот на резиночка вот смотрите здесь все помечено разбирать принципе нельзя трогать ничего поэтому сразу когда привезли мотор мы его все проверили сразу на видео засняли момент что мы будем снимать малый коллектор то есть вот этот коллектор кстати забит все он вроде бы как скорее но здесь все забито и все полные сажи вот для чего нужно это делать для того чтобы списать коды для того чтобы топливные форсунки прописать вот они коды у нас раз два три то есть у нас здесь стоит тип теплоэкран здесь тоже так же стоит губка теплый шум экран и она же мешает коллектору второй момент здесь сломана заслонку удар есть на теплообменники это тоже мы покажем я уже отломал здесь пластмасску переставим и наверное самое самое обидное страшное вот такая штука через смотрите вот у нас здесь есть опора опора декоративной крышки вот наклона то есть вот здесь у нас кусочка не хватает то есть также крепится вот здесь вот она у нас раз вот то есть стоит вот такая опора вот и эта часть как раз то здесь выломана дело в том что клапанная крышка это вот пластиковая маленькая а эта часть головки это идет по стиль распредвалов то есть мы ее уже просто так заменить не можем можно да допустим ее разобрать снять наварить аргоном и нарезать резьбу и сделать но так как мотор контрактный сейчас мы этого делать ничего не можем то есть у нас нет такого права на это также в коллекторах в коллекторах вот здесь я более-менее почистил вы все равно там очень много грязи то есть когда я снял здесь посыпались куски потом взял пылесосом сколько смог от шкрябов пропылесосил то есть вот да вот видно вон там как на рост и стоят опять же всего этого не трогаем то есть наша задача сейчас максимально где есть доступ где мы можем мы вычищаем заводим если все хорошо то есть гарантия эксплуатируем проходит гарантия то есть не спеша и потом уже мы пишем все это в рекомендации снять коллектора так как экология будет удаляться снимаем коллектора и моем все чистим вот это уже будет следующим этапом и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не вопрос, то есть вообще... Также мост здесь нет, чтобы открутить вот эти все болты массы... Это у нас уже мочевина, сейчас мы саму ее вытащим... А вот сзади, я не знаю, будет вам видно или нет... Вот там, где колокол, между этим коробкой... Там вон находится у нас электрическую помпу какую-то засунули... И к болтам, к двум подобраться, я даже пока понятия не имею, как мы это будем делать... То есть... Сверху надо будет как-то отворачивать, отсоединять ее, то есть ее убирать... Опять же, места очень мало... Зачем они это засунули, непонятно... А понятно, что помпа у нас... Охлаждение это стоит на форсунку мочевины... То есть, если раньше она охлаждалась у нас... Была либо без охлаждения, либо охлаждение стояло в более удобном месте... Также, допустим, неважно, полисад, старие, там что-то, да... Новое, то есть, тоже у форсунки мочевины есть охлаждение... Но это все удобно... Но здесь они вроде бы поискали, места, видимо, нет... И решили засунуть ее туда... Вот теперь я буду разбираться, как ее туда вытащить... ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну что, это прям... Жесть, я вам так скажу... Это жертва, которую мы, можно сказать, приносим... Дело в том, что замена двигателя на Махав считалась... То есть, цена, неважно, самый первый и вот самый последний... То есть, 60 тысяч рублей, это снять, поставить... И когда ты все знаешь, проблем никаких нет... Но здесь появились проблемы... То есть, много моментов, нюансов, много нужно разбирать, откручивать... Все это очень даже неудобно... Сейчас покажу, почему и зачем расскажу... И тут такой момент... То есть, мы не можем, допустим, разбираем машину... Хотя некоторые так делают сервисы... То есть, объявленная сумма, снять, поставить, 60 тысяч... Да, там переустановка каких-то, чего-то добавится... То есть, мы не можем сказать... И... Вот... Друг, мы у тебя открутили рулевую рейку... Там была у вас помпа... Там еще трубка мешалась открутить провода и так далее, и так далее... С тебе еще 20... То есть, снять, поставить будет не 60, а 80... То есть, так не делается... То есть, да, сейчас я помучился... Ничего страшного... Зато в следующий раз я точно буду уже все знать... То есть, это такой первый проход, когда ты учишься... И это сложно... Но в дальнейшем все будет проще, проще и проще... То есть... В чем заключается проблема снятия двигателя здесь? То есть, уже... Он также евро шестой, но это уже 2021-2022 год... Проблема заключается, опять же, вот, как и говорили в той помпе... Первое, смотрите... Между двигателем и коробкой... Стоит вот такая огромная штука... То есть, это у нас... Здесь катализатор и сажевый, который мы будем удалять... Раньше, видите, это отверстие? Здесь стоит форсунка мочевины... А где она? Вот она... Вот она... Вот... Вот такая штучка... Вот так... Которая не дает ей оттуда вылезти... Вообще не дает... Ее приходится отворачивать на месте... Раньше... Раньше... То есть, она перед сажевым не стояла... То есть, она всегда стояла и стоит... На самой мочевине... Это... То есть, вот на этой банке... Вот... Вот она банка с мочевиной... И она была встроена вот здесь в трубу... Приемную... То есть, это первое мешать... Второе... Когда ее снимаешь в бачок с сажевым... Он упирается в рулевую рейку... То есть, прямо вниз надо чуть-чуть, а он упирается... Рулевую рейку пришлось открутить полностью... Сейчас я ее наживил... Ее пришлось полностью открутить и опустить сюда вниз... Но там еще есть момент... Раньше вот этот верхний... А теперь эта шпилька... Раньше это был болт... Который можно было открутить с двух сторон... Вытащить... И ничего не мешалось... Теперь этот болт они с другой стороны приварили... Вот здесь прямо четко видно, что этот болт приварен... Вот хоть болгарка его теперь спиливая оттуда... То есть, я еле вытащил... Вот он... То есть, болт этот был сквозной... Мы вытаскивали... И то есть, он теперь как шпилька торчит... И не дает ей опуститься... И то есть, нужно крутить, вертеть... Ничего этого не получается... Хотя в других Euro 6 это прямо на ура снимается... Все легко... Следующий момент... Следующий... Взади между коробкой и блоком стоят два болта... Первое, я сказал... Это электрическая помпа... Вот... Это просто мрак... То есть, вот такая штука стоит... К ней же подсоединяется... Здесь же вот подсоединяется... Вот так вот форсунка... То есть, вот это все там стоит... Ну, это... Ну, снял я ее... И... Проблемы не закончились... Для того, чтобы все это закрутить в одну систему... Охлаждение... Им пришлось сделать еще вот такую трубку... И... Вот эта трубка... Опять же, стоит там... Мы... Потом, наверное, снимем... Может, придем к этому моменту... И... Она прикручивается... Сзади... То есть, вообще там неудобно... Сзади она прикручивается... И она перекрывает два болта... То есть, ее тоже нужно снять... И все это... Вверх... Вниз... Головой... Сидя сверху... Потому что снизу вообще невозможно ничего сделать... То есть, раньше этого ничего вообще не было... То есть, два болта мы эти откручивали спокойненько... И проблем не было... То есть, весь вот этот вот... Непонятный этот... Экологию мы будем удалять... Я подумаю... Посмотрю... Так как мы будем удалять... Все будет отшиваться... И... Вполне возможно... Если будет у нас возможность... То мы... Вообще удалим это все и выкинем... То есть, сразу же... Чтобы с этим проблем не было... Потому что... На моделях там... 2.2... Даже на двухлитровых... Там... На старых... Праймах... Палисатах... Вот эта помпа электрическая... Охлаждение... Она очень часто текут... Вот здесь вот... По трубке... То есть, все это... Разрушается... Начинает течь охлаждающая жидкость... И... Не удивлюсь, что здесь будет точно так же... Вот... И опять же, она нужна нам только для охлаждения... Возможно, что в прошивку будет... Входить... Отключение как раз-то этой помпы... Чтобы не было потом ошибок... Все, открутили... Осталось только снять... То есть, снимаем... Здесь, смотрите... Коробочку прям чуть-чуть... Делаем брусочек... Подбираем какой-нибудь брусочек или что-то такое... И под коробку подставляем... Прям немножко нагрузку даем ей... Стоечкой вверх... Немного... Прям чуть-чуть... Нагрузочку... И под коробку подставляем... Потому что коробка, если... Не подставить... Коробка упадет... Пластиковым поддоном... На рулевую рейку... А на рулевой рейке... У нас стоит так же электропривод... Прям чуть-чуть вон, как Tet зависит... достали мотор вот так у нас здесь выглядит теперь под капотом то есть вот ладик вот этот раз резиночку в котором подкладывали под коробку при снятии на любом двигателе то есть при снятии под коробку ставим донкрат и вместе с двигателем то есть по шпилькам поднимаем вот и потом снимаем вытаскиваем то есть вот так это выглядит без двигателя сейчас здесь на гидротрансформаторе у нас 6 болтов крепится и принципе принципе все вот он мотор то есть вот здесь стоит сейчас покажу вот здесь стоит злая трубка охлаждения которая здесь не должно быть вот так смотрите видите то есть она четко перекрывает два болта и если даже она будет стоять мы болты открутим колокол коробки не выйдет то есть это все вот так вот выглядит здесь вот это все приходится очень узком неудобном пространстве все снимать вот и то есть чем дальше тем все веселее смотрите у нас возник один момент сейчас его будем обсуждать турбокомпрессор вот этот фланец двигатель пришел точно такой же но этот фланец на турбине разные при этом номер турбины полностью соответствует то есть одинаковые как это может быть непонятно не знаю не может для себя там 10 штук разных моделей наделали в корее но вот сейчас столкнулись такой проблемой что на турбинке то есть фланец разный попробую объяснить вам сейчас вот здесь наглядно видно как это выглядит когда у нас в одной банке находится саживаю внизу и каталик вверху каталик упирается всаживать если мы саживаю нижнюю часть выбиваем то верхний каталик моего если оставляем то он вывалится упор происходит каталик упирается всаживать через вот такую муфточку смотрите вот такая вот такая сеточка но это нижняя это не отсюда то есть и вот уже здесь они то есть вот здесь я с вами полностью согласен видите как сделано вот то есть стоит перегородка совсем полностью отдельная то есть вот здесь они его уже отделили здесь ничего не вывалится не отвалится то есть опять же речь то есть идет именно о цельной длинной банки где кат упирается всаживать то есть там мы его удаляем и кат и саживать вот здесь то есть это уже делать не нужно также в гранд староксах евро шестых так как как стоит отдельно мы его не удаляем сейчас у новых соренто палисад старее то есть там тоже банки отдельные поэтому мы его оставляем то есть возможность есть но когда нет возможности мы его просто удаляем допустим махау там 15 16 18 год то есть вот этой перегородки нету и там убирать приходится все полностью иначе он упадет вниз не знаю может через день это произойдет через год никто не не экспериментировал не пробовал кто не знает либо допустим прям внутри здесь вот есть у меня один из клиентов на соренто ему удалили в другом месте он говорит теперь запах и звук он хочет купить разговор буквально был вчера он хочет купить бушную банку мы разрезаем ее вытаскиваем оттуда саживай и сами имитируем какой-то упор то есть вовнутрь туда варим какую-то планку под кат и оставляем тогда я думаю что будет работать если нет то скорее всего он оттуда упадет со временем то есть он расширяться будет будет нагреваться и так как упора у него нет он скорее всего вывалится и посмотрел обратить внимание целом да 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 очень мало то перекрытие большое вот эти вот дырочки это все что его еще там ну вот большая да еще есть вот она не сказать что прям огромная ну такая ну все же ты это все все этого достаточно кат у нас работать будет долго и сейчас лето считается практика показывает что они не убиваемые то есть убить его можно либо при поломке турбины когда туда попадает большой объем масла из сгорает он там лопается что-то происходит либо когда происходит что-то с топливной системой уже его зальет опять же перегрев и с ним что-то есть ли же ни ни того ни другого не было то он может сказать ведь ну вот он момент когда все подготовлен осталось только поставить и пробовать запускать двигателя на контрактном двигателе что мы сделали что мы сделали сняли коллектор малый помыли почистили в том тоже у нас в большом есть сажа грязь но если в дальнейшем то есть все будет хорошо прекрасно то есть напишем что надо будет его снять и помыть сейчас при установке самое главное направляющие проверить между коробкой двигателем потому что варианты бывают они остаются в двигателе когда мы снимаем старом либо они остаются в коробке то либо одна там правая и левая стоят по разному здесь у меня заглушка клапана егр стоит тонкая но ваговская заглушена она немножко не подходит и мне пришлось ее немножко расточить здесь на щуп щуп тоже всегда подтекает на щуп тоже поставили сразу новое колечко стоял здесь вообще прям на герметике куча заводская была герметика вот как и патрубы к охлаждению то есть все было на большом слое герметика здесь опору сразу откручивали потому что болт крепление коробки вот он его не сняв опору не снимешь стартер с другой стороны точно также открутили опору чтобы вставить стартер сразу же сделано было заранее подготовлено сейчас двигатель прокрутим под окошко где мы будем прикручивать гидротрансформатор так немного по экологии смотрите мы получается вот это вот эта штука это клапан егр здесь я изготовил заглушку закрыл его мы будем ставить его этот дегр есть у нас основной как положено это игр низкого давления стоит перед турбиной так как у нас есть воздушный фланец вот такой а вот такой стоял старый смотрите да по размеру объем к разница вот так как он нашел с двигателем поэтому мы без проблем поставим его этот мы убираем то есть раньше была такая муфта пластиковая то теперь у нас вместо нее будет стоять и дегр он у нас будет не подключен то есть видите здесь заслонка то есть на тот момент на то количество сколько он открывался и пускал воздуху настолько заслонка закрывалась и перекрывала воздух уже через воздушный вот так на простое уплотнение становится турбина и гигер низкого давления и в него таким эти моментом как бы вставляется и прокручивается фиксируется вставляется вот такая такой фланец и буквально на днях приходил у меня махав я делал прожиг сажу фильтра там то делали специально залез и увидел вот этот отвод не знаю не не завидует тому кто там будет снимать мотор или удалять экологию там еще хуже дело в том что получается вот отсюда выходит трубка выхлопная газов то есть забор выхлопный газ и он вот так сюда спускается на коробку на коробке помимо помпы стоит еще какой-то охладитель после охладителя и он уходит вниз на банку туда то есть там вообще невозможно залезть или что-то делать то есть чем дальше тем все хуже и хуже ну вот плане обслуживания может быть все это их хорошо качественно для экологии то есть будет работать но для нас так как мы все это делаем все это не совсем удобно мотор поста не ставили капот не ставили редуктор не засовывали охлаждающую жидкость не заливали это сейчас не нужно потому что двигатель непонятно откуда и какой в принципе все крутится вроде бы вертится все собрали пришлось все-таки помпу электрическую нахлаждение форсунки все-таки я поставил собрал все какие штатно то есть все на своих местах масло масло конечно же фильтр заменили сейчас первое что делаем прописываем топливные форсунки и прокачиваем топливную систему то есть чтобы насос пустую у нас не крутился сейчас прокачаем систему посмотрим какие есть ошибки все это там если нужно будет по скидываем и будем пробовать крутить заводить напомню будем без на снятых то есть разъемов то есть форсунка потому что цепь здесь когда прокручиваешь она прям слабая слабая то есть видимо натяжитель отпущен очень сильно поэтому при кручении если не дай бог какая-то какой-то будет рывок детонация то есть что-то проскочит куда-то то теперь искочит поэтому будем крутить без форсуночек так english english первое что сделаем прокачаем и начнем крутить акб у нас сразу заряжаем это как у всех абсолютно все моторы если машина постояла недельку-две все он садится высаживается неважно снял поставил каждый раз все одно и то же так автоматически он ее нашел чем он бьет 22 год 3-х литровый так 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 что из-за ошибочек у нас коррекция переключателя тормоза и чуть это все что тебя беспокоит да нормально так то есть проблем с двигателем нет так ошибочка сбросилась уходим специальные функции уходим специальные функции и удаление воздуха с топлива провода задаст он нам а видите тут у нас 30 секунд дает обычно ну сейчас в новых уже машина дается 200 секунд но удалять он может также 30 или допустим 60 с запасом сделан поэтому здесь мы это сделаем раза три то есть пропустим прогоним эту систему есть также проблема с охлаждающей жидкой здесь всегда возникает воздушная пробка которую я еще никак не могу с ней справиться вот вроде бы спички снимаю не знаю каналов каких-то чтобы нету то есть трубочки какого-то штуцера чтобы открутить и выгнать воздух то есть это такая сложная задачка дело в том что двигатель у нас греется 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 то есть нужно чтобы открылся термостат и до всех этих пор пока он не открылся мотор находится под нагрузкой если кто из вас знает как сделать как удалить подсказывайте потому что ну все что есть тут из своего знаю то есть охлаждение ничего мне не помогло то есть снимал я верхний патрубок отопителя снимал я патрубок также выкручил датчик температуры охлаждающей жидкости у нас там трубки стоит снимал здесь нет вообще смысла снимать непонятно просто в термостате напомню что здесь по мануалу 14 7 литров охлаждающей жидкости но у нас уйдет на ра поменьше там 11 12 но вот так среднем уходит потому что задний отопитель мы не сливаем он остается у нас полный но все же у нас вот стоит 15 литров масло залили пока 7 и посмотрим все если бы мотор был бы новый то есть и был пустой вообще тогда бы ушло бы 8 сейчас залили 7 чуть выше максимума сейчас покрутим он как раз возьмет ну и решим потом что куда и еще раз последний раз удаляем так что у нас все все готовы как говорится дубль дубль один 14 010 пробег нам еще посмотреть нам реальный посмотреть пробег на все все с богом погнали неплохо крутится и вот он стук как раз от цепи брякает давление масло горит сейчас горит 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 на первый старт она отключил автоматически теперь глянь нет ли лужи под машиной все отлично да шикарно едем второй раз давление масло погасло аккумуляторах по ходу все ну вот как как не 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 надо не надо бустер бустер не будем жить давление масло погасло стук натяжителей я не успел услышать вроде бы как стал проходить вот вот аккумулятор то есть при этом масса была с него снята аккумулятор находился здесь же в машине то есть под капотом был снят и все равно и так всегда никакой мужа че начинаем пробовать проверить я там залазил звук вообще работает я просто в нее упираюсь когда залазил все пишет отлично эту игру упираюсь в нее когда залазил мало ли там выключилась кнопочка ну что пробуем ну вот ура завелся у меня всегда то есть прежде чем что-то сделать сейчас я еще раз двигатель завелся по тему полностью осмотра снизу полностью осмотра вверх дело в том что объем работы очень большой очень то есть можно что-нибудь забыть хотя я уже 10 раз все прошелся перепроверил и сделаю сейчас это еще раз заводится работает теперь дальнейшем нам предстоит залить жидкость все прогреть все проверить все заводится работает вопросов вроде никаких нет посторонних звуков тоже ничего нет то есть капот мост и т.д. и т.д. также ее еще будет автоэлектрик наш отшивать она еще не отшитая то есть она еще стоит стойки как есть вот это первое пробег сейчас посмотрим и там удар был сзади слева в задней части вот он показывает проверьте на столкновение машина вот он сейчас ее прям крупным будет систему безопасности передних столкновений что вот и показывает что сзади столкнулись или спереди непонятно капот открыт понятно так руль руль у нас крутится вертится еще раз еще раз запуск сейчас заводится чуть дольше это всегда еще идет адаптация регулятора давления топлива всех новых моделях версиях то есть либо нужно с помощью диагностики зайти и сказать что новый регулятор то есть адаптация сделать либо выехать и проехаться и все станет норма это первое второе даже после замены топливного фильтра системе остается воздух и выйдет он только там через 15-20 минут проверка можно как посмотреть в двигателе так и блок управления мочевины экологии у нас не сшивали и 13 975 все вроде как в норме и вопросов нет а сколько было на момент поломки смотрите было 13 9 грамм до сажи то есть 14 грамм да то есть экология уже под забила то есть дистоплива у нас стало попадать в масло превратилась в воду и случилось то что случилось а кстати кстати по двигателю мы будем разбирать его попробуем сделать это более подробно так открыто для всех что же случилось что сломалось что вообще в чем причина неисправность вышла из строя да в чем причина что сломалось то есть что с коленом с насосом можно ли его сделать разбирать будем аккуратно то есть с тем учетом чтобы допустим не знаю сделать его ремонт если изъявит клиент желание или что-то еще то есть поэтому будем смотреть вперед так сказать ну все всем пока это был мохав 22 год пробег 14000 и и и и и и и